Есть две серьезные вещи, и одна из них это действительно гольфстрим. По поводу гольфстрима, гольфстрим это печка, которая добавляет североатлантической части нашей планеты, то есть Северной Америки и Западной Европе примерно 10-12 градусов. С конца 20 века ученые заговорили о том, что гольфстрим замедляет свое течение. Это связано с таянием льдов Гренландии, опреснением воды и с тем, что поднимается кора в Северной Атлантике. Она поднимается, и гольфстриму приходится забираться, он замедляет свое течение. С 2005 года большая часть литературы по гольфстриму из таких широких изданий ушла. Ее можно найти только в специализированных изданиях, что верный признак серьезности проблемы. Но ученые говорили о том, что 20-30 лет. Однако в 2010 году, 20 апреля, произошло очень серьезное событие, которое изменило ситуацию. Произошел взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon, принадлежащей компании BP. И дело даже не в самом взрыве, а в том, как потом компания BP, чтобы избежать больших штрафов, как она пыталась решить проблему. Она закачала вещество, которое называется корексид 9500, токсическое вещество, которое должно было решить проблему вот этой вытекающей нефти. Вещество это запрещено в Европе. И оно нанесло колоссальный ущерб экологической среде. Но что еще хуже, оно создало такую пленку, сказать, полтора миллиметра, которая не позволяет, так сказать, испарения. И в результате всех этих вещей произошло... Я не буду сейчас, сказать, такую климатологическую... Не входить в климатологические подробности. В результате произошли две вещи. Теплое течение Мексиканского залива, которое становится потом Гольфстримом, оно, так сказать, зациклилось и греет само себя. По сравнению, в конце 2010 года померили температуру. Она была на 10 градусов меньше, чем за год до этого. Непонятно, что будет дальше. Ну и, кроме того, циркуляция воздушных масс изменилась. И вот эти наши, сказать, колоссально жаркое, страшно жаркое лето наше, затем вот эти вот ледяные дожди и многое другое. Вот это результат всех этих изменений. И, с другой стороны, вот этот взрыв, он странный какой-то. Дело в том, что за неделю до взрыва Голлманен Сакс продал 44% акций BP, которые у него были, на сумму 250 миллионов долларов. Более того, швейцарский банк ГИС и банк Вашовия продали, соответственно, 98% и 97% акций BP, которые у них имелись. Они это объясняют финансовой необходимостью, но объяснения эти носят очень такой неубедительный характер. И, иными словами, если с Гольфстримом начнут происходить очень серьезные вещи, то мы воочию увидим фильм «Послезавтра», который, сказать, показал... Причем это все произойдет очень и очень быстро. То есть стремительное похолодание? Абсолютно стремительное, сказать, похолодание. И масса серьезных проблем для населения. Я помню, я оказался в Лондоне в 94-м году по, сказать, зимой. Там был 0 градусов, минус 1, и это была уже серьезнейшая проблема для Лондона. То есть инфраструктура населения не готова. Абсолютно. И это будет очень серьезная проблема для, сказать, этих людей. Ну и вторая проблема, которая действительно очень серьезная, она не сенсационная, она такая рутинная. Речь идет о традиционной перестройке, планетарной перестройке, которая происходит раз в 12,5-13 тысяч лет. То есть посередине прецессионного цикла. Перестройка эта обычно занимает 250-300 лет. Длится она вот такой вот период. Обычно меняются магнитные полюса, меняется наклон оси, меняется циркуляция магмы, что приводит к землетрясениям. Но сами эти процессы внутри земной коры, они, сказать, приводят к тому, что очень мощный инфразвук, который действует на все живое. И вот те массовые случаи, когда дельфины выбрасываются на берег, или киты, или рыбы гибнут, или птицы. Таких случаев зафиксировано за последние 10 лет очень много, они резко усилились. Это означает, что в недрах планеты происходят очень серьезные процессы.